Чиновники Жизказгана около 10 лет не могут переселить горожан из аварийного дома. Заключение о непригодности всех несущих конструкций дома было выдано в 2010 году. В документе было написано о необходимости запрета эксплуатации дома и расселения жителей 4 и 5 подъездов. Часть жильцов наиболее опасного подъезда расселили, однако в большей части дома люди продолжают жить. Местные власти пока ничем им помочь не могут. Для переселения семей необходимо около 1 миллиарда тенге. В 8 подъездный дом номер 11 по улице 30 лет Победы находится в аварийном состоянии уже около 10 лет. За эти годы жильцы дома не раз обращались в местный Акимат и другие надзорные органы. Однако ситуация не сдвинулась с мертвой точки. По словам Айнур Саринова, ее квартира находится в самом эпицентре опасности. Стены покрылись трещинами, межкомнатные и балконные двери едва закрываются. В квартире из-за этого гуляет сквозняк, весной из трещин на потолке проникает влага, а в дожди квартиру вообще топит. Ночью мои дети слышат треск и шорох. Они боятся спать. Трещины на стенах и потолке становятся больше. Из-за этого дома холодно. Мы утепляли стены изнутри, но толку мало. Весной нас топит и мы уходим жить к родственникам. Но так же жить нельзя. У меня трое детей, самому младшему еще и года нет. Обращаюсь к властям. Помогите нам. Не дайте случиться трагедии. По словам владельцев квартир, в этом доме живут в основном малообеспеченные и неполные семьи. Переехать самостоятельно людям некуда. В местном Акимате нам сообщили, что знают об этой проблеме. Несколько лет назад чиновники переселили часть жильцов наиболее опасных подъездов. Однако, так как в доме 8 подъездов, расстелить все семьи Акимату некуда. Для этого им нужно около 1 миллиарда тенге. В 10-м году заключение дали, а так и раньше был признан. Там посередине вставка магазин был, подъезд был. Вот это пошло разрушение. Поэтому и дальше по цепочке оно пошло. Будем рискивать средства. Сейчас мы в область уже обращались по этому поводу. В прошлом году письма писали, что мы нам выделили средства в областной Акимат. Отметим, что это не единственный аварийный жилой дом в Жасказгане. Всего в городе в режиме ЧС живут жители 28 многоэтажек. Айя Мамрина Андрей Тимофеев. Первый.